Привет и добро пожаловать на канал Информ ТВ. Светлана Жильцова родилась в 36-м, когда еще не было телевидения. Она появилась намного позже, когда Света была подростком, однако даже она подумать не могла, что будет стоять у истоков развития и займет место диктора на ТВ. Личная жизнь Жильцовой всегда была тихой и спокойной. Впервые она влюбилась в парня из соседней улицы еще в школьные годы. Ребята подружились, но отношения были очень робкими и максимум, что они себе позволяли, это подержаться за руки. Позже артистки приписывали роман с ведущим Александром Масляковым. Но, как считает сама Светлана, это произошло потому, что со сцены она обычно смотрела не в зал, а на него. Просто так нужно было. А потом Александр женился, и так совпало, что его жену тоже зовут Светлана. Тогда на адрес редакции стали мешками приходить письма с поздравлениями. Таким образом, зрители ошибочно выдали Жильцову замуж за Маслякова. Со своим единственным и любимым мужем Владимиром Серебренниковым ведущая познакомилась на дне рождения подруги. Он был кандидатом технических наук. Володя сделал предложение уже на третьем свидании, однако красавица решила не торопиться. Полгода спустя все-таки сдалась. Они с размахом отпраздновали свадьбу в ресторане Прага, а в 62-м у них родился сын Иван. Отметив 50-летний юбилей, Жильцова, как и обещала мужу, ушла с телевидения на отдых. Она проводила много времени с родными. Сын Иван стал руководить собственной школой английского языка в столице. В 2019 году супруги отпраздновали 58 лет совместной жизни. К сожалению, уже тогда 90-летний муж Светланы Алексеевны был очень болен. На протяжении двух лет она за ним ухаживала, а потом ее любимого Володи не стало. Бывшая ведущая очень тяжело переживала потерю и находила утешение только в семье. Известную бабушку поддержали внучки Екатерина и Кира. Старшая из них Катя выучилась на преподавателя, а младшая еще окончательный выбор не сделала. Бывшая телеведущая практически не смотрит телевизор, говорит, что стала слишком много вымысла, а КВН сейчас уже не тот. Она предпочитает передачи о животных и культуре, ходит в театры и музеи, много читает. Пожелаем замечательной телеведущей здоровья и долгих лет жизни. Если вам понравилось наше видео, мы будем благодарны за лайк и комментарий. Удачи!